Расскажи, пожалуйста, про своего типичного клиента. На мои занятия ходят в основном девушки, молодые женщины. Есть совсем от 18. Бывает, что девочки не моложе, школьницы с 11 класса, детей не тренируют, стараются тренировать, и они, конечно, не занимаются. В основном это от 18, молодые девушки, начинающие, вот у меня сейчас в группу, до 24-26, и молодые мамы, взрослые женщины до 32. Но у меня были, если бы они не сказали свой возраст, я бы совершенно не дала им столько лет, сколько они есть. На самом деле, потому что в основном ко мне приходят такие, в хорошей физической форме, женщины. И Дима, наша звезда, молодой человек, ходят в одном занятии. Они все вместе в одной группе занимаются? Нет, они делятся сейчас, на данный момент, у меня есть группа начинающих, тот, когда пришел. Может быть, они когда-то ходили давно на занятия, но сейчас вот они перестали ходить, и пришли ко мне. Это группа начинающих. И есть продолжающие девочки, которые идут, которые уже хорошо владеют своим телом на пивоне. И их много, на самом деле, больше начинающих. А как долго занимаются те, которые продолжающие? Я думаю, они уже 3-5 лет уже ходят. 3 лет? Ну, я, конечно, с прерывами, как бы все. Я думаю. А самые начинающие сколько занимаются? 3 лет. Месяц или 2, по-моему. Месяц или 2. Следующий вопрос. Какие цели преследуют клиенты, которые занимаются на пивоне? Ничего не ходят? Ну, цели разные, а зависит от человека, от его настроя. В основном пивон – это такая специфическая нагрузка и довольно интересный стандарт, на который люди приходят поинтересоваться. Это все-таки не такое, что ты пришел, ты нажал в зал и примерно знаешь, что как делать. Тут что-то интересное, что-то за гранью такое, что-то заманчивое, манящее, сказать, что я хожу на пиво. Потому что, ну, куда-то так ходишь, немногие знают, и поэтому это довольно-таки интересно. Потом, когда уже люди понимают, что это тяжелая физическая нагрузка, уже появляется такое, что, блин, а я хочу сделать вот так вот, вот так вот. Потом смотришь других и хочется повторить. А когда ты уже, ну, я по себе знаю, по себе рассказываю, или по-другому, у вас в пивоне, в занятиях присутствует какой-то такой азарт, что ли. Когда вот ты видишь, что человек, как бы рядом с тобой занимается, и он уже много умеет. И ты как-то тоже думаешь, блин, почему я не могу? И как ты стараешься делать? И вот у тебя получается, и какая-то вот радость от этого, что ли. Я думаю, что это приятное чувство, когда ты пришел, и у тебя получилось что-то. Я думаю, за этого тоже он приносит радость мне. Ну, кто-то приходит ради хорошей компании. В основном люди приходят примерно одинаково с вкладом умона. Это, ну, как бы, какой-нибудь СНОК, который не любит пилона, он не придет на такое занятие, на такую физическую нагрузку учить. У кого не нравится, то, например, не нравятся синяки, то, что больно. Поэтому тоже перестают ходить. Я понимаю, СНОК не придет на пилон. Клево. Ну, это правда. Такие простые все, да, прикольные? Ну, в основном, да, все. И все как-то одинаково интересные. Люди, которые хотят что-то попробовать, что-то другое, что-то не как все. Вот я думаю, такие. Да, прикольные. Прикольные знания. Следующий вопрос. Как проходит тренировка? Ну, тренирую примерно как у всех, у всех школах, у всех тренеров. Какой-то одинаковый. Сначала у нас общая тренировка всего тела, чтобы разогреться. Человек пришел вечером на занятия, сидел на время, там, малый себе, сидел целый день дома, или человек в офисе сидел. И просто пришел, и сразу в удаче какие-нибудь упражнениях давай лесим пилом. Ну, тут уже так нельзя. В общем-то, мы тоже когда все в тренажерный зал приходим, вот так мы делаем, мы там ходим на дорожке, чуть-чуть греемся. Точно так же и здесь. Мы греемся, крутим суставы, небольшая такая предрастяжка, есть, бывает, есть, бывает, нет, всегда по-разному. Ну, если вот, например, человек совершенно новый, хорошо бы проводить там какие-нибудь двигательные тесты, например, на руки, как у человека, где-то двигаются руки. Если все низко его сосредоисходение позвоночника, тоже это, хорошо бы включать в тверднику и смотреть, как человек вообще двигается. А как долго разминка? Ну, разминку 15-20 минут, 2-30 минут, если совсем много. Потому что если человек, ну, например, он ничего не ходил, ничего не делал, ничего не занимался, и тут он пришел в занятие поплавным, потому что ему не бывает, неинтересно, и он не увидел, и хочу, и прийти и сказать, вот давай, лезь, делай, ну, это тоже так нельзя делать, поэтому лучше сначала побольше поразминаться, побольше укреплять, ну, я не про то, что нужно сразу, давай, сначала накачаем пресс. Нет, ну, или там, руки, нет, я так не говорю, или джимание поет по 10 раз. Нет, ну, больше каких-то там движений, телом, ногами, руками, чтобы они были как-то на координацию больше, движений, чтобы человек поделал. Потому что на пионе, когда, особенно, ты уже делаешь какие-то более-таки непривычные для себя упражнения, например, переворачивая, ну, когда ты висишь вниз головой, бывает, что происходит страх, и ты от страха отпускаешь руки-ноги, и сам того не основывая, и полетишь вниз, и так тоже делать нельзя. Нужно готовиться, сказать, что, вот, приготовься, что такое может быть и возможно, и поэтому лучше подстраховать себя, и в таких случаях максимально близко всеми конечностями надержаться за пионом. В общем, подготовить человека ко всему, чему возможно, подстраховать, чтобы не случилось никаких непредвиденных моментов. Ну, вот у нас тут страховка будет. Да, точно. Ну, ты руками страхуешь же. Да, обязательно, обязательно руками страхую. Сейчас я много больше начала это делать, уже более разумно, более правильно. Я, конечно, страхую очень сильно, и считаю, что, ну, то, что я начинающий премьер, считаю, что такого, ну, нужно отходить от этого, не давать более, более свободы своим ученикам, чем я сейчас даю. Ну, я думаю, это придет с опытом, потому что я сегодняшний год преподаю сейчас. Кажется, что ты делаешь. Вот именно пилон, вот я, когда только вот эта студия открылась, когда меня позвала, вот здесь вот именно вот пилон осознанно я преподаю год, вот здесь вот этот год. Тем более, сколько я обучения прошла. Вот только за этот год я полностью как-то вот душой прогнился. Про обучение расскажи. Про обучение. Вот, когда меня Света открыла эту студию в прошлом году, как раз летом, после пандемии, она меня позвала ввести в пилон, в полуспорт. До этого я уже в другой студии пробовала ввести в пилон, но это было так больше как-то, ну, по фану, немножко так и влива. А здесь уже стало более осознанное занятие. Я стала проходить обучение. Вообще, первое обучение, которое я прошла, это было обучение по растяжке, то есть Стеной Диманской. Это было, по-моему, в девятнадцатом году. Я не помню, ввела ли я растяжку. Ну, по-моему, да, я ввела, я использовала там, бует. Потом мне стала проходить курсы об занятии по пилону, Марина Кострова, вот я для начинающих, сейчас вот я прошла, я продолжаю, продолжающих. Очень хорошо, да, все про страховку, очень много будет в другой. Потому что, когда ты, да, ты вот, я занимался на пилоне, уже более-менее какой-то, значит, пошел прогресс, уже кажется, что я могу давать людям что-то, какой-то там, твой опыт рассказывает, что вот делай так, не делай вот так вот. А когда ты видишь, что человек уже, ну, со сознанием двигается, как тело, как его мышцы напрягаются, и она это объясняет, и ты смотришь, не только с позиции своего опыта, а просто, как правильно, тоже совсем другое. В общем, вот эти вот курсы я прохожу. И сейчас тоже учишься? Ну да, вот сейчас пилонная продолжающаяся прошла. Ну, не все еще продолжаю. Да, здорово. И ты снимаешь ролики для этого, чтобы все тут? Да, да. Там нужно их отрабатывать, страховку, как я страхую людей, на каждом инвете. Получается, снимаю ролик, ну, видео от какого-то или нет, как я страхую, отсылаю, мне проверяют. А страхую установить у кого? Таню? Нет, всех людей, мы, да, у всех кого-то, был для лидера. Кто-то вдруг упадет. А, ну да, кто-то, 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 кто-то. Конечно, я поняла. Всех подряд. Очень много. Прикольно, интересно. Так, и следующий вопрос. Как ты начала заниматься? Я еще спросила. Еще нет, вот расскажу. Туда в студии там у нас бывали. Не могу быть. На спасатели. На спасатели, да. В общем, закончила я, что я закончила, что я как могу. Вот, по-моему, да. Мы с подружкой в институт, было ли это, как-то встретились. Она мне рассказывает, что она пошла, значит, на занятия по пилону власти. В России, да. Да. И она мне рассказывает, и у меня было такое какое-то ощущение, такое, на пилон, что из-за такого интересного. Ну, не прям, что вот я сразу загорелась, думаю, и знала прям, что это такое, и прям мне было так интересно. На самом деле, нервнее больше такое, что пилон. Ну, конечно, у всех пилон ассоциируется там с кемтиза, что-то такое, что-то эротическое, эротичное, что-то соблазнительное. Я такая, ты пошла на пилон, что это такое. И я говорю, ну, пойдемте мы вместе. Ну, пойдем. А там, ну, помимо того, что у тебя ничего сразу не получается, ничего красивого, сексуального, непонятного, все. По-моему, это ты испытываешь какой-то комфорт, у тебя ничего не получается, все больно, все непонятно. Ну, как-то все это, ну, мне понравилось. Меня зацепило, я потом пошла, я там в воскресенье ходила на занятия. Потом как-то больше у нас там были послушные паломни, которые вела не Ася, а до этого тренер Ая у нас была. Потом мне как-то захлестнули воздушные паломни, я стала ходить на них, к Ане. И вот мы там, странно, что бабушки не ходили. И потом Аня ушла, в общем, помнишь? Да, да. Аня ушла, не знаю, каким самым причинам, и с предложением мне вести воздушные паломни. Я вела, вот тогда уже я начала вести, в институте в общем я училась, и вела воздушные паломни, это вообще даже не помню. А я помню, это было давно, я помню даже тех, всех вот девочек, которые ходили ко мне вот на воздушные паломни, я их просто лица помню. У меня это, блин, тогда было такое, что-то, я помню, я задаю вас свою разминку, мы прыгали в бёрпи. Сейчас я так думаю, почему? Ну, бёрпи это очень сложное упражнение, очень, на координацию, во-первых, зачем так потеть с самого начала, и очень трудное, и много составного упражнений. Для меня, может быть, тогда это было нормально, я там вспотела хорошо, а для них, для девочек, было это ужасное упражнение, зачем я такое давала. Ну, я тогда ничего не знала, поэтому давала всё, что думала правильно. Значит, бёрпи слишком сложный раз вытекает. Бёрпи, ну, ничего, бёрпи делать. Нет, ну, если вы умеете, очень хорошо практикуете, что раз делали, почему нет? А если для людей, которые раньше его не делали, делали плотки. И следующий вопрос, как ты стала тренером? Ну вот, сначала я вела воздушные полотна, потом, не знаю, потом я перестала их вести, устроилась на работу в Люберцах. И вообще перестала что-либо вести. В Люберцах, рядом с моей работой, я работала, устроилась работать в банк, была студия в Побелоне. Я стала ходить туда. И вот там мне как-то прям очень понравилось. Я просто ходила сама как ученик, и там уже я набирала, набирала, набирала опыта, участвовала в некоторых соревнованиях. Но они, ну, это отдельная вещь соревнований. Не скажу, что они прям, ну, конечно, какой-то эмоциональный такой всплеск дали мне, конечно. Ну, если вот чуть-чуть отмотать назад, то, может быть, немножко бы я больше не стала бы участвовать. В общем, это такое. Вот. И потом настала пандемия. А, ты мне, по-моему, приглашала вести там занятия. Я бы вела чуть-чуть там, потом настала пандемия. У нас у тебя открылась студия здесь, и Светлана мне принесла сюда. И здесь уже, уже с прошлого лета стала была полноценной вести занятия. Ну, помню, помнишь, первое занятие? У меня не было. У меня тебя не было. Ко мне записалась одна девочка, Лена. Ну, сейчас она не ходит, она вот до сих пор. Как было бы. Ну, сейчас она не ходит, но так она вот иногда приходит на занятия. Ну, в общем, первое занятие, помню, была одна девочка, Лена, занятие было для одного человека. Я туда как-то, не знаю, другую предложила. Я немножко так вот, ну, тоже боялась, ну, как-то не хотела вести. Так, ну, в общем, ну, как всегда, когда страх... Я застарила, да? Ну, да, на самом деле. Ну, нет, просто всегда, когда есть какой-то страх чего-то, ты как-то вот все хочешь, а так... Я помню, даже на самом первом, вот самые первые вот эти вот месяцы, я как-то, блин, я заболела. И говорила там, ой, у меня там, что-то, дела какие-то, проблемы, можно там кто-нибудь за меня занятие придет. Как-то вот я чего-то боялась. А потом как-то вот пошло, как-то больше не стало набираться опыта. И вот как раз вот эти вот курсы для тренеров очень помогли. Как-то все в голове немножко стало складываться, что вот из этого элемента идет, и этот, как-то вот это вот нужно после вот этого. Ну, вот как-то сейчас уже более-менее нормальный, и все, пилоны обожают. О, вот мы и вырулили. А сколько времени затратишь на обучение? Ну, после работы, ну, да, прихожу на занятия здесь с кем-нибудь, пробую. Ну, так, ну, и смотрю дома эти видео обучающие, дописываю, ну, час-два в день. Час-два в день? Ну, не каждый день, конечно, я тоже человеку, помимо занятия, я работаю, там, другие всякие дела. Ну, вот, да, час в день примерно. А сам курс сколько длится? Ну, там, курс очень длинный, там, куча всяких, там, каждое тебе упражнение распишут, покажут. Помимо этих упражнений, тебе там есть раздоминка, там, всякая. Ну, я не знаю, сколько там часов соберется, но очень много часов в этих занятиях. Там такие эти распечатки, там, ну, там каждое упражнение там подписать. В общем, интересно. Да, здорово. И следующий вопрос. Что тебе дают занятия? Ты уже сказала? Не, ну, мне, ну, еще. Давай, еще. Ну, понимаем то, что я работаю вовсе. Потом, вот, продолжу на занятия, как-то даже вот, когда очень устала, и там, ну, прям, не хочется. Все занятия, как-то вот, и приходишь, и настроение проявляется. Ну, я не знаю, как-то люди заряжают, мне нравится. Общение, да? Общение, да. Тем более, люди, ну, в основном, люди приходят, с которыми приятно общаться. Да, женятся. И мне нравятся занятия, я как-то получаю, не знаю, энергии от них. Слушай, а ты заметила, что вот к каждому тренеру приходят клиенты, похожие на этого тренера, да? Да. По складу ума как-то, да, и по характеру. Да. Хорошо, что у нас много тренеров. Да. Каждый приходит, как мне нравится. Да. Действительно, похожие. По темпераменту тоже. Да, очень похожие люди. Если мы прям любви собираются, то похожих людей. Да, прикольно. Следующий вопрос для тебя, Даша. Очень часто спрашивают, ну, да, довольно часто спрашивают клиенты, потенциальные клиенты, обязательно ли иметь хорошую растяжку, чтобы начать заниматься на пилоне? Ну, хорошая растяжка – это приятный лон, на пилоне, чтобы ты можешь выходить по всей линейке, по всей линейке, а с большим раскрытием, у вас больше объединенных движений. Но основной, основной ресурсом здесь у нас у нас у нас у нас не является совсем. У нас у нас больше для красоты. В основном здесь у нас у нас нужна координация. Просто в один из моих телом. Так что не обязательно, например, растяжку хорошую. И на шпагат сердце, кстати. Ну, я думаю, что тем более те люди, которые нравятся, которые хотят больших раскрытий элементов, они что-нибудь для этого делают и придут к той растяжке, которую им для тела возможна. Ну, позволяет их тело. Многие говорят, давайте я сейчас похожу на растяжку полгода, а потом пойду на пилот. Ну, не то, что каждый человек так говорит, но бывают такие люди, которые там занимаются. Нет, лучше я ушел не на растяжку, там, пока она просто... Если вообще ничего не заниматься, то там, на шпагат, или там... Ну, растяжка, конечно, тоже, почему нет? Но, мне кажется... Нужно сразу заниматься. Не обязательно тянуть заранее. И еще один вопрос. Бывает тебя чем-нибудь занималась с детства? Каким-нибудь спортом или кружками? Да, я ходила на кружок, у нас был балет, не знаю, на танцы. На кусту? Нет, я росла в Воскресельске, где она уже жива. И там у меня на школу денег не было. Ну, это не прям балетная школа была. Нет, просто кружок, в ДК. Мы ходили на балет всякие места. И танцы, в студии, в городе, в танцы, в тупари, в пунктах. Ну, а еще что-нибудь? Да я много на всякие занятия ходила. Я не скажу, что я сидела дома. Такого не было. Знаете, у нас в Воскресельске есть сейчас Гидовый дворец, химик. Меня маш кладила на фигуре на катание. Какое? Ну, это так было просто... Не спортивно именно, а просто ходно. После изучения, после школы. Ну, понятно. Ну, это был последний вопрос.